Еще одна неизвестная страница истории Второй мировой войны заполнена благодаря участникам уникальной экспедиции на Курилы. Поисковики и специалисты Минобороны провели раскопки на острове Шумшу, где шли ожесточенные бои между советской и японской армиями. На материк отправили технику, ее обещают восстановить. Но самое главное, удалось обнаружить останки воинов и даже установить их имена. Обо всем подробнее Антон Чичулинский. Последнее сражение Второй мировой войны произошло именно здесь. Курильская десантная операция, битва за остров Шумшу. Это несколько сотен погибших и раненых, десятки пропавших без вести. По словам краеведов, тут вряд ли есть место, на котором не пролилась кровь. Где чья, уже и не разобрать. Обнаружили там предметы, которые потом, как выяснилось, принадлежат японскому бойцу. Начали разработку места, соответственно, и обнаружили уже останки наших бойцов. В этой траншеи останки десятерых советских и пятерых японских солдат. На каких-то личных вещах нацарапаны фамилии. Поисковики связываются с Большой землей, чтобы узнать, в каких списках человек значился. Личность одного погибшего удается установить. Бархатов, его фамилия, он действительно пропал без вести при штурме острова Шумшу. Котелок, который мы нашли с его фамилией, он разорван в дребезги снарядом и развернут, как книжка. Поэтому, можно считать, если он висел у бойца там, где положено на поясе, то понятно, значит, что и боец тоже погиб. Август 45-го. Гитлеровская Германия уже разбита, но ее союзница Япония еще не капитулировала. Победа на Курилах нужна, чтобы укрепить позиции. Планируется удар по острову Хоккайдо, путь к которому преграждает Шумшу, гладкий как ладонь. Не за что спрятаться. Береговая линия простреливается из многочисленных дотов, соединенных подземными галереями. По сути, крепость с гарнизоном 8,5 тысяч человек. Здесь дот был, перекрытие, и там дальше идут каналы. Ключевая высота 8 раз переходила из рук в руки, пока вот эту огневую точку не закрыли своими телами матрос Петр Ильичев и старшина Николай Вилков. Вот эта точка, как бы последняя, та амбразура, которую закрыли для того, чтобы взять вот эту 165-ю высоту. Высоту, которая главенствует над всей вот этим плацдармом Курильской десантной операции. Рядом с дотом мемориал в честь героев, бросившихся на амбразуру. На Шумшу немало и других памятников. Вот что осталось от американского истребителя Королевская Кобра. На таких летали советские летчики. Баг целый, баг целый. Еще один баг целый. Вот стоечка целая, более-менее ничего. А вот застывший в момент отступления японский танк. С нами было обследовано 9 танков и еще 4 отдельно лежащих башни. Потому что корпуса танков местные жители после войны использовали в качестве тягачей. Башни остались, танков нет. Это легкий танк Чиха. Он простоял здесь почти 70 лет. При том, что такого нет ни в одном музее мира. Участники экспедиции решили вывезти его отсюда, в Петропавловск-Камчатский. А заодно и самолет. И то, и другое можно отреставрировать. Обещают, что танк снова будет на ходу. Что касается найденных останков, советские солдаты будут похоронены с воинскими почестями. Японских уже передали японской стороне. Антон Чичулинский, Первый канал.